В заботе о хрупкой северной природе специалисты компании «Газпромдобыча Ямбург» познакомили журналистов с технологиями, которые помогают снизить нагрузку на окружающую среду. Участники пресс-тура смогли оценить инновации на всем пути движения углеводородов – от скважины до установки комплексной подготовки газа. Отмечено природоохранное мероприятие – в год компания тратит более миллиарда рублей. Какие технологические решения помогают извлекать богатство ямальских недр с минимальным вредом для экосистемы, знает Павел Прожогин. Знакомство с инновациями начинается на кустовой площадке. Новые технологии исследования скважин уже на этом этапе производственной цепочки позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Раньше во время мониторинга в атмосферу улетали сотни кубометров газа. Сейчас потеря сведена к нулю. Кроме того, новшества помогают оперативнее отслеживать самочувствие скважины. Постоянный контроль обеспечивает экономное использование невозобновляемых ресурсов. Конкретное состояние скважины показывает результат исследований, как меняются параметры в течение времени. То есть, естественно, падение давления происходит и чуть падение дебита. А если существенно меняется, значит, соответственно, есть какие-то изменения в скважине, которые надо потом будет устранять. Следующий пункт знакомства с природоохранными новинками у КПГ-1В. Это самая последняя установка, которую компания ввела в эксплуатацию на Заполярном. Пуск промысла вывел месторождение на проектную мощность добычи. Во время экскурсии сразу возникает вопрос, почему над новейшей установкой горит факел. Специалисты предприятия тут же успокаивают журналистов. Этот элемент отвечает за безопасность. Ущерб экологии наносится минимальный. Если случится что, чтобы сразу зажглось. Его мощность рассчитана, поэтому он такой, это чистый технологический факел на всякий пожарный случай. Такое оживление на территории промысла царит только, когда приезжают гости. Большую часть времени дорожки и проезды у КПГ практически безлюдны. За каждым звеном технологической цепочки оператор наблюдает дистанционно. От кода газа и по всем цехам, по которым мы сегодня прошли, все цеха видны на этой картине. Вы можете видеть, в данный момент оператор, он видит и давление все, и всю технологию, вплоть до выхода конденсата и газа с площадки. Валанджинскую установку номер один можно смело назвать самой чистой. Здесь собраны все наработки компании «Газпромдобыча Ямбург», которые помогают минимизировать воздействие на окружающую среду. Это результат труда сотен людей, объединенных общей задачей, сохранением северной экосистемы. То, что мы реализовали здесь, это квинтэссенция всех тех достижений, которые были в Надыме, в Уренгое, непосредственно на Ямбурге, на первых промыслах Синаманских, Заполярного и, наконец, здесь. То есть вы видите ту вершину айсберга, на которую мы поднялись. Один из последних патентов общества касается рекультивации нарушенного покрова тундры с помощью торфа. Впереди большая работа по применению этой технологии на практике. Ее внедрение позволит восстановить почву максимально эффективно. Павел Прожогин, Николай Александров, Служба новостей «Импульс».